Привет! Сегодня я вам расскажу о двух парфюмах, которые я купила абсолютно неожиданно для себя. Я даже и не думала их покупать, и не думала, что я их найду, просто они сами меня нашли. Если кому-то покажется, что у меня грязная голова, нет, она у меня не грязная, она у меня абсолютно чистая. Я ее мыла 6-7 часов назад, просто у меня здесь спрей, который дает эффект вроде бы как волосы после моря. Кстати, мой внутренний шерек рвется наружу, очень красивый лак для ногтей. Итак, о чем же я вам расскажу сегодня о двух очень интересных ароматах от марки Kenzo. Я сначала вам расскажу, как мы, я была с мамой, как мы их нашли, как мы их, мы их и не искали, они нас сами, на самом деле нашли. Это было на прошлой неделе, мы ходили по магазинам, и я решила пойти в одну свою любимую парфюмерку. Она у нас такая, не одна, их две, обе в центре, но так, в которую мы ходили, она моя самая любимая. И мы, значит, решили туда пойти, а эта парфюмерка такая еще рядом, ну, как бы, ну, все вместе, парикмахерский салон, и там, наверное, еще делают какие-то процедуры, вот, и продают, собственно, там шампуни всякие, косметику и парфюмерию. И, значит, в такой корзинке лежат несколько тестеров, и написано 10 евро. Я не поверила своим глазам, я сразу же сводила тестер, начала тестить, тестер был отличный, и один, и второй. Я говорю, хорошо, нужно брать, нужно брать. Речь пойдет об этих ароматах. Это лимитки Kenzo, я сейчас себе выписала, какого они года. Это лимитка Kenzo 2010 года, Kenzo Yuzum. А это лимитка 2009 года, Fleur de Prenier, то есть это слива. И потом я как-то немного поостыла, потому что вспомнила свой негативный, единственный опыт с этой парфюмеркой. Я купила тоже два аромата, один, какая-то была лимитка Alien, я не помню, какая. По-моему, там, где баба такая в золотом платье, какая-то большая еще бутылка была, и, к сожалению, он был стухший. Вот, реально-реально стухший, потому что там не очень, скажем, уважают нормы хранения парфюма, потому что, например, вот эти два парфюма, которые у меня, их нам вообще достали с полки, а полка на солнечной стороне, и если бы это было летом, то солнце бы было, и, возможно, он бы испортился, этот парфюм. И, в общем-то, вот эти вот парфюмы, которые я купила, они были испорчены, я их принесла обратно, мне их абсолютно спокойно сразу же отдали деньги, видимо, уже были прецеденты, когда приходили люди и отдавали парфюм, который, ну, все-таки уже подпортился. Там не все парфюмы по таким ценам. У них львиная доля парфюмов, она по такой же цене, как и в магазине, но дело в том, что есть определенные люди, которые не очень любят ходить в большие магазины, покупать там, они любят, пошли в парикмахерскую, постригли волосы и там же купили парфюм. Ну, вот так. Поэтому ассортимент там такой, значит, там есть ароматы от известных людей, то есть там Шакира, Бейонсе, Мадонна, ароматы Кошарель, Кевин Клайн, Мюглер. Кстати, вот эта вот женщина, которая там работает в магазине, она сказала, что, к сожалению, Тьири и Мюглер больше не будут привозиться в Финляндию. Я не знаю, насколько это правда, но я думаю, что все-таки они осведомлены. Я, к сожалению, не посмотрела, не ходила в наши магазины парфюмерные, есть ли там эти ароматы или нет, но я думаю, что все-таки это правда, потому что, например, некоторые ароматы из Сен-Лоран у нас, они не привозятся, марки некоторые, вот просто целые марки их тоже не привозят. Ну, в общем, вполне возможно, поэтому, когда будут летние скидки, я буду ловить остатки Тьири и Мюглер в магазинах 100 пудов, они будут по хорошим ценам. Ну и, в общем-то, помятуя то, что все-таки купила аромат, который был немножко, ну, вообще-то, множко подпорченным, я решила не брать оба эти ароматы. Потом мне мама говорит, ну, слушай, ну, все-таки, все-таки 10 евро, это не так много, давай возьмем. Ну, в общем, мы взяли, мы взяли эти два аромата и только заплатили, только вышли, вот буквально шаг, и там была лавочка, мы встали вот на эту лавочку, поставили сумки, и я открыла же прям там, прям вот на месте, замечательно. Мама подставила мне обе руки, чтобы я пшикнула ей на руки, а потом с них я уже их пробовала, и, к сожалению, вот этот вот аромат я промазала, то есть, или ветер, подул ветер, и он, ну, львиную часть вот этого пшика он просто отнес, и поэтому попала, ну, прям, ну, пара капель, и мы так, какой-то он вообще легкий. Этот юзу, он более такой стойкий, ну, просто весь пшик попал на руку, вот. Вот, и потом, наверное, часов через пять я опять понюхала её руки, и этот вот юзу, он был ещё на руке. Этого уже не было, потому что всё-таки я промазала вообще весь пшик. Ну, я сейчас вам о стойкости расскажу вот так, чуть подальше туда. И, в общем-то, я довольно очень-очень-очень осталась этим приобретением, этими двумя ароматами в этом же парфюмерном магазине-косметическом салоне. Я покупала когда-то Любель де Ричи. Речь идёт о полночной красотке. У меня их было две. Вот, одну я покупала ещё в магазине, когда она ещё продавалась в 2001 году я её купила. А вторую я купила вот там у них, и ту, которую я купила у них, она была в абсолютном порядке. Там же я купила Escada Sport, оранжевую, которая тоже была в абсолютном порядке. Я там же купила Yves Saint Laurent Cinema, тоже абсолютно, абсолютный порядок. И вот ещё, наверное, что-то, сто пудов ещё пару-тройку ароматов там у них покупала. И прокол, собственно, произошёл только на вот, на Тюремуглер. Скорее всего, из-за того, что всё-таки их поставили прямо на солнце, на витрину. И, в общем, вот так вот они и скукожились. Ну, ничего страшного. Эти два аромата отличные. Я потом ради интереса пошла посмотреть на eBay, сколько же они стоят. И вот эта вещь, вот эта вот стоит 85-89 евро. Можно найти и дороже. А эта стоит 86-89 евро. Тоже можно найти и дороже. Разлив у них был только такой, и только такая концентрация. Это вообще была серия ароматов. Шесть ароматов в этой серии, и каждый аромат выходил, ну, по одному аромату в год, в общем-то. Этот аромат вышел в 2009 году, этот в 2010 году. Ещё было несколько ароматов. Ещё было магнолия, был белый, нет, зелёный чай, роза и что-то ещё. Какие-то ещё ароматы. И вся эта серия, если я не ошибаюсь, она длилась с 2006 года. По 2012 год. Я помню эти ароматы в магазине, помню. Я не могу сказать, что они мне не понравились, но как-то... Не знаю. Глаз на них не упал. Так же, как, в принципе, на многие ароматы, сначала глаз не падает, потом их снимают, потом думаешь, надо было купить. Потом их где-то видишь по какой-то огромной цене и жалеешь, что не купила, когда они были не по такой цене. Скорее всего, даже по скидке. Ну, в общем, это нормально. Это уже много-много раз вот так вот было. Например, те же самые кинцо, ароматы, кто знает, например, там 7.15 на Бали или на Мадагаскаре, потому что это 6.40, 6.40, по-моему, вечера на Бали и 7.15 на Мадагаскаре. Я могу ошибаться, я могу их просто перепутать местами. Ну, в общем, я думаю, что вы в курсе, о чём я. В общем, вот. Сейчас я вам расскажу, наконец-то, что же это за ароматы. Кстати, вот этот вот Юзу приобрёл, точнее, вот этот вот Юзу приобрёл брата. И я в этом же видео, в рамках этого же видео, я сравню вам вот этот аромат с этим ароматом. Потому что это Элизабет Орден, это зелёный чай с Юзу, а это просто Юзу. Вот. Сейчас я вам расскажу о этом аромате. Кстати, мне очень-очень нравится вот эта вот штучка. Это наклеенная бумага с названием. И здесь подпись. По 50 мл обе флакошки. Вот так вот выглядит коробка. Здесь ещё, конечно же, был целлофан. Коробка, кстати, открывается очень интересно. Сбоку она открывается. Открывается вот так. Конечно же, это не какое-то инновативное решение. Очень много ароматов, которые открываются именно так. Или вообще коробка распадается, как у меня было с ароматом Теремуглер. Теремуглер розовый этот. В имените. Да. Там вообще коробка вот так вот. Тук и всё. В общем, начинаю рассказывать об ароматах. Этот аромат, как я уже сказала, 2009 года. Слива, цветение сливы и миндаль. Тут очень-очень всё просто. Кстати, в юзу тоже всё очень просто. То есть, если вы надеетесь на то, что эти ароматы будут какие-то очень стойкие, не надейтесь. Не надейтесь, потому что это не так. Почему я вообще делаю обзор об этих ароматах? Нужно ли это кому-то или нет? Если их уже нет в продаже. Кстати, интересная особенность. Вот здесь есть надпись Кинзо. Здесь нет надписи Кинзо. И это, и это, это парфюмы. Это именно парфюмы, это не тестеры. Ну, видимо, просто они поменяли. Естественно, оба аромата тоже оригинальные, потому что в Финляндии законом запрещено продавать подделки. И подделки не продаются нигде. И если подделки продавались бы, потому что они не продаются, магазин бы сразу бы его закрыли. И такой бы был штраф, что просто ужас. В общем, аромат очень интересный. Он... Я вообще не очень люблю сливу. Точнее как, не то, что я ее не люблю, просто сливок обычно, компоненты именно тех ароматов, которые мне не очень нравятся. Поэтому у меня так, слива... А здесь, именно из-за того, что это просто моно слива, практически здесь есть миндаль. Это очень-очень приятный аромат. Он, я бы сказала, если вы разделяете ароматы на весну и лето, то это аромат такой веснолет на первые недели осени. То есть, легкий, приятный, но он с таким... даже не с изюминкой. Здесь такая изрядная доля изюма насыпана вот в этот аромат. Он очень интересный, очень-очень интересный. Я тестила много ароматов моно сливы. Например, есть у Body Fantasies, такие вот спреи, вот такие маленькие. Там тоже есть слива. Та слива абсолютно ничего не имеет с этой. Здесь очень интересный аромат, очень-очень классный. К сожалению, стойкости бы ему, потому что это туалетная вода. Здесь видно, это туалетная вода. И, собственно, здесь никаких стойких нот и нет. Здесь нет мускусы, здесь нет амбры. То есть, ну, часа четыре, часов пять, конечно же, все зависит от количества пшиков, которые вы сделаете. Но напомню вам, что даже вот один пшик этого держался на руках мамы, на руке, по-моему, на правой, часов шесть. То есть, даже не так. Знаете, не то, что это нестойкие ароматы, они просто не громкие. Ни один, ни второй. То есть, если вы любите такие очень-очень громкие ароматы, как я, если вы любите, чтобы от вас шлейфило во все стороны, то здесь нужно очень настойчиво пшикать, чтобы это все у вас было. Сам аромат очень-очень неплохой. Если абстрагироваться от той цены, за которую я его купила, за 10 евро, цена прям сказочная. Купила бы я его за 86, сейчас они 89, даже до 100 евро. Скорее всего, нет. Потому что это не тот аромат, за который можно отвалить такую кучу денег. Купила бы я этот аромат, когда он был у нас в магазине, и, скорее всего, в магазине он у нас стоил, ну, в районе 35-45-50 евро. Да, вполне. То есть, за ту цену, которую он стоил в магазине, вполне можно было эту цену отдать. Потому что аромат действительно интересный. Повторюсь, слив, которые были бы вот такими, вот прямо, ну вот слива, ну вот реально слива. Цветение сливы, и здесь еще вот этот вот миндаль, и все так очень-очень интересно. В принципе, да, мне нравится этот аромат. Мне бы он понравился, он мне нравится сейчас, мне бы он понравился, стоил бы он дороже, но вопрос в том, что дороже, я, скорее всего, бы за него не заплатила, потому что все-таки, все-таки нет. Если вы услышали этот звук, это не у меня, это что-то за окном. Второй аромат. Второй аромат был создан в 2010 году. Зеленые ноты, грейпфрут, цитрусы, юзу, цветочные ноты, фруктовые ноты, и мускус. Этот аромат мне нравится больше, но просто мне действительно больше нравятся цитрусовые ароматы, чем, например, сливовые ароматы. Хотя вот если делать выбор между жасмином и цитрусами, я, конечно же, выберу жасмин. Но цитрусы, такие вот гисперидные ноты, летучие, они мне тоже очень-очень нравятся, мне кажется, они классные, причем на все времена года, даже на зиму, хотя многие люди зимой их не носят, потому что, ну, вроде бы, как они такие холодные, они еще более будут охлаждать, мне абсолютно нормально, мне все нравится, даже зимой. И я не выкинула бумажку, на которой написаны ноты вот этого аромата. Я сейчас вам их зачитаю, а потом я уже сравню. Юзу, бергамот, лимон, лист лимона, зеленый чай, чабрец, мята, тунисский нероли, смородиновые почки, аморетто, береза и мускус. Вот. Вот в этом. Судя по нотам, здесь, конечно, это все более, более богаче, но, дело в том, что если вы ищете именно аромат Юзу, то этот аромат не для вас, потому что здесь, все-таки, это зеленый чай с Юзу. И, если вы знаете аромат от Орден, зеленый чай, это вот, основа, это зеленый чай, плюс Юзу. Здесь нет зеленого чая, здесь просто Юзу. То есть, это тоже, такой, цветочно-фруктово-цитрусовый, и это тоже цветочно-фруктово-цитрусовый, но они два совершенно разных аромата, абсолютно. Поэтому, они не взаимозаменяемые, если у вас, есть этот, и вы бы хотели этот, ну, наверное, придется раскошелиться, потому что это два разных аромата. Я не могу сказать, что этот мне нравится больше, или этот мне нравится больше. Они разные, мне не нравятся абсолютно одинаково. Насчет этого. Замечательный аромат. Отличный. Отличный. Я просто его вижу уже в какой-то жаре такой, где там мозг плавится, и так вот тоненькой струйкой стекает из ушей. По телу. Вот в такой обстановке это замечательный аромат, потому что он вас не будет душить, он вас будет освежать, он вас будет бодрить вот этими своими цитрусовыми штучками. Хороший аромат. Мне он тоже очень-очень нравится. Были бы там другие ароматы, скорее всего, я бы тогда скупила всю серию. Не уверена, купила бы я розу, но видишь, что ароматы, в принципе, легкие. То есть, если бы, я уверена, что была бы здесь роза, роза бы не была какая-то такая очень масляная, забивающая нос, одурманивающая. Здесь бы была такая какая-то летняя, свежая роза, которая там, возможно, чайная даже роза, которая, в принципе, к обычной розе имеет очень мало отношения. поэтому, да, даже розу, скорее всего, я бы нашла, нашла бы ей применение. К сожалению, конечно же, всей серии не было. Очень-очень жаль. Я бы купила. Этот мне аромат очень нравится. он прям, знаете, у нас еще несколько дней назад у нас снег, снег выпал. Сейчас, конечно, уже лучше, сейчас у нас уже плюс 9, уже лучше, уже классно, и все равно вот хочется вот сейчас сходить в таких вот ароматах, призывать, призывать весну, призывать лето. Отличная штука, хороший аромат. Если вы любитель цитрусовых, то, мне кажется, к этому следует присмотреться. Уникален ли этот аромат? Ну, абсолютно нет. Абсолютно. То есть, тоже, не советую вам покупать, если вы там хотите юзу, не советую вам покупать, во-первых, из-за цены, потому что, мне кажется, за этот аромат отдать 90 евро, это, конечно, слишком. Опять же, из-за его невысокой стойкости, из-за того, что интенсивность его нужно будет делать, его нужно будет много-много-много. Вот, посмотрите, сколько у меня уже нет его, а у меня этот аромат появился четыре дня назад. то есть, если вы наткнетесь на него по хорошей цене, по дешевой цене, или вам его кто-то подарит, или вы поменяетесь, то тогда да, тогда да, он хороший. Давать за него ибеевскую цену я бы не стала, ну, вот лично я бы не стала. Опять же, если вы фанат юзу, если вам нравится, если вы это все скупаете, ну, наверное, смысл есть в этом, потому что аромат действительно очень-очень интересный, мне он понравился. Вот, вот такое вот было видео, если у вас есть эти ароматы, или, если у вас есть ароматы из этой серии, которые я вам не показала, особенно мне интересны магнолия и зеленый чай, напишите мне, пожалуйста, мне очень-очень интересно, что это за создания такие, как они стойкие или нет, и какое у вас о них мнение. Я надеюсь, вам было видно хоть что-то, потому что на превью я вижу, что это часть лица светлее, это темнее, потому что солнце и свет падает оттуда, а здесь у меня хоть есть лампа, но темнее, так что извиняюсь. Весь макияж я оставлю внизу, название ароматов, конечно, тоже оставлю внизу, если вам интересно, можете проконсультироваться. Есть ли у вас вот этот аромат, кстати, на него я делала абсолютно отдельное видео, я его тоже оставлю, линк, но вам его внизу, если вам интересно, можете посмотреть. Вот, под покупками, подарками, покупками я довольна, хорошие покупки, очень порадовала цена, для меня, не скрою, цена для меня имеет значение, я не тот человек, не тот покупатель парфюмов, который вот, у меня есть несколько парфюмов, которые я хочу, они у меня еще есть, но там совсем уже чуть-чуть, и я бы хотела купить еще, и я видела, например, гель для душа, вот этого аромата, который стоит на ebay 50-60 евро, гель для душа, этот аромат стоит где-то 120-130 евро, 30 миллилитров, я помню, по какой цене я купила свою 50-ку, и меня просто, ну, да, меня душит большая зеленая жаба, отдать вот такие деньги, за этот аромат, который даже мне нравится, то есть, для меня имеет значение то, сколько этот аромат стоит, и, ну, наверное, просто я не очень влюблена так уж, до потери пульса в этот аромат, чтобы отдать за него любые деньги, я, кстати, сделаю видео, уже несколько раз меня просили, уже больше даже, чем несколько раз, меня просили рассказать, есть ли у меня какие-то винтажные парфюмы, как я их люблю или не люблю, я вам сделаю видео, кое-что у меня есть, я вам сделаю видео о моем отношении к винтажным парфюмам из всей этой катавасии вокруг них, вот, если вам было интересно, пожалуйста, ставьте, подписывайтесь на мой канал, у меня будет очень много еще интересных видео, вот, такие дела, на этом все, пока, пока, субтитры,